Демография под угрозой. По его словам, 5 из 40 несчастных случаев зарегистрировано в Астане. Причем 4 роженицы погибли в первом столичном перинатальном центре. Министр отметил, что по каждому обстоятельству ведутся следственные мероприятия. Отметим, что с начала года в нашей стране появились на свет 266 тысяч младенцев. Такие случаи, к сожалению, имеют место быть по административной части и по оказанию медицинской помощи. В этой связи был освобожден от должности главный врач первого перинатального центра. Хочу выразить соболезнования родным и близким погибших. Конечно, мы проводим необходимые проверки, экспертизы вместе с правоохранительными органами. Вместе с тем, по словам министра здравоохранения, со следующего года выпускники всех медицинских вузов, обучающихся по государственному гранту, будут обязаны отрабатывать три года в регионах. Соответствующая комиссия будет распределять по конкретным районам, где наблюдается острая нехватка врачей. К слову, ранее на заседании правительства Ельжан Бертенов рассказал, что в Казахстане на одного врача первичной медико-санитарной помощи приходится 1950 человек. Он отметил, что нагрузка на казахстанских врачей на 30% выше, чем в странах ОЭСР, где на одного врача первичной медико-санитарной помощи приходится 1500 пациентов. Для решения этих вопросов активное сотрудничество идет с бизнесом. К 2020 году в рамках государственно-частного партнерства планируется реализовать 60 проектов, отметил министр. Ну и чтобы не страдало качеством медуслуг, планируется экономически мотивировать врачей, повысив среднюю заработную плату до 110%. Сейчас соотношение средней зарплаты врачей к средней зарплате по стране составляет 85%. Между тем, сенатор Мурат Бахтиярова сегодня обратился к Минздраву с просьбой разобраться, почему казахстанская поликлиника в Байконуре вынуждена оплачивать комуслуги по российским тарифам. Так, филиал Казлардинского областного медцентра платит заводу 479 тенге за кубометр, тогда как казахстанский тариф в пять раз ниже. Таким образом, в прошлом году расходы только на комуслуги в клинике обошлись бюджетом в 68 миллионов тенге. Кроме того, сенатор озвучил проблемы заработных плат в городе особого статуса. Работники медучреждений, а также школ, которые в прошлом году перешли к казахстанской стороне, неощутимо потеряли в зарплате, сказал Мурат Бахтиярова. По словам вице-министра здравоохранения, заработные платы медработников уравнялись. Но ведь это не так. В конце августа мы посетили Байконур и убедились, что разница между прежней и нынешней зарплатой у работников большая. Местные учителя рассказывают, что по российской системе они получали зарплату в два раза больше. Тем временем Казахстан выплатил России полмиллиарда тенге за оказание медпомощи жителям Байконура за этот год. Суммы определяются в соответствии с отдельными тарифами по Байконуру, сообщили в Министерстве здравоохранения. Ведомство отмечает, что сейчас ожидают ратификацию соглашения между двумя странами для оказания подобных услуг в казахстанской поликлинике. На данный момент учреждение работает в тестовом режиме и является убыточным. Также казахстанские медработники уже получают зарплаты, равные с их российскими коллегами. Напомним, на сегодня почти 50 тысяч человек, проживающих в Байконуре, получают медицинские услуги в российских организациях. Экс-директору футбольного клуба «КТУБЕ» Дмитрию Васильеву выплатят моральный ущерб в 700 тысяч тенге. Отметим, от Министерства финансов в лице областного управления он затребовал 1 миллиард тенге компенсации. И сегодня Актюбинский городской суд частично удовлетворил иск, но бывший управленец не согласен с таким решением и намерен подать апелляцию. Напомним, еще полгода назад Дмитрий Васильев был фигурантом дела о растрате 240 миллионов тенге. Гендиректор ФК «КТУБЕ» в мае 2017 года получил 8 лет лишения свободы по обвинению в растрате бюджетных денег. 13 февраля этого года Верховный суд оправдал его. И теперь из статуса подозреваемого Дмитрий Васильев перешел в статус обвинителя. Мы сейчас будем подавать, вы же умные люди. Вот сейчас я вот эти 700 тысяч вычту, это получится у нас 1 миллиард, сколько там, 999 миллионов, 999 миллионов 300 тысяч. И еще добавлю 700 тысяч за позицию, которую демонстрировало управление финансов уже в этом суде. А позиция, что их, что Минфина была очень интересная. Значит, сумма требований Васильева, считаем, ее чрезмерно завышенной. Поэтому просим суд отказать. Ноль. Коррупционные скандалы прогремели в Кустанайской, Павлодарской и Атараусской областях. Рад чиновников, а также сотрудников нацкомпании задержаны. Глава филиала Казаграфинанс по Павлодарской области подозревается в получении взяток от аграриев за ускоренную выдачу кредитов. Кроме того, бывший зам руководителя ГАСК по Атараусской области подозревается в сговоре, мошенничестве и незаконной выдаче лицензий стройфирмам. Ущерб государству превысил 100 миллионов тенге. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. В целях излечения личной выгоды незаконно выдали лицензию на изыскательную деятельность и строительно-монтажные работы 25 предприятиям, которые оформлены на аффилированных лиц. Дали предприятия и лицензируемые видом деятельности реализованы в среднем за 8 миллионов тенге каждая. А вырученные деньги передавались руководителю отдела. Кто-то отметит, что успешно ведет свою работу и Офис Протектин Бизнес и Инвестмент. Так, уже подписано 126 проектов об антикоррупционном сопровождении на общую сумму свыше 5 триллионов тенге. На основании рассмотренных обращений агентство уже готовит поправки в действующее законодательство. Раньше инвестор бы пошел на, скажем так, компромисс со своей совестью. И, соответственно, он заинтересован. Сегодня мы ему даем альтернативу. Он обращается к нам и мы, по сути, решаем вопрос ему в плане того, что находим компромисс между ними, но на законных основаниях. То есть, права не нарушены, мы не допускаем нарушения этих прав. Риски снимаем на стадии. То есть, мы видим, что риск может возникнуть. И мы вступаем в процессы на стадии, когда эти риски прогнозируются только. Порядка 90 таких кейсов у нас сегодня есть. Из этих 90 кейсов 8 мы уже делаем внесение изменений в закон. К другим темам фермеры Алматинской области бьют тревогу. Крестьяне направили коллективное письмо в Минсельхоз. Дело в том, что льготная солярка, которая еще пару недель назад стоила 120 тенге, сегодня продается уже по 161 тенге. Эксперты подсчитали, за последние три года стоимость солярки выросла на 170%, а закупочные цены на сою, пшеницу, сахарную свеклу и другие культуры остались на прежнем уровне. Из-за такого ценового дисбаланса рентабельность производства резко снизилась, а сам аграрный сектор стал непривлекателен для финансовых вложений и экономического развития. К примеру, если в прошлом году доля ГСМ в себестоимости сельхозпродукты составляла 17%, то сегодня она выросла почти в два раза и составляет уже 25-30%. При таких затратах, заявляют фермеры, работать на земле становится уже невыгодно. Мы наблюдаем резкий рост цен на ГСМ. Солярка уже стоит почти 162 тенге. Рентабельность продукции съедает цену на солярку. Сами посудите, если за последние годы стоимость солярки выросла на 170%, то цены на многие масличные культуры до сих пор с 2016 года как была 80 тенге, так и осталась. Пшеница, к примеру, стоит 35 тысяч тенге за тонну или 35 тенге за килограмм. До конца года в Алматинской области появится пять новых агропромышленных предприятий. Об этом на встрече с земледельцами рассказали представители итальянской компании, прибывшей в регион с целью решения инвестиционных вопросов. По словам бизнесменов, они тщательно изучили агропромышленный сектор области и нашли его очень привлекательным. Итальянцы готовы предоставить казахстанским партнерам новые технологии глубокой переработки овощей, фруктов и бобовых культур, а также опробовать на казахстанских полях новую технику. Как отметили инвесторы, совместное сотрудничество откроет новые возможности для предпринимателей обеих стран. У тех и других расширятся рынки сбыта и увеличатся прибыли. Я полагаю, экологически чистая казахстанская продукция совместно с итальянской технологией дадут в итоге достойный и востребованный товар на мировом рынке. Мы сегодня побывали на ваших соевых полях и обратили внимание на то, что здесь нет глубокой переработки. А наши аграрии как раз работают в этом секторе. Мы готовы создавать совместные производства и выступить в качестве основного инвестора. В Казахстане промышленная продукция подорожала почти на 12% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщили в Комитете по статистике. При этом в августе цены повысились более чем на 2%. Например, горнодобывающие предприятия подняли цены на 17%, товары в обрабатывающей промышленности подскочили на 6%. Стоит отметить, что нефть подорожала почти на 20%, а дизельное топливо на 19%. Отмечают рост цен также на ферросплавы более чем на 18%, а стоимость проката черных металлов увеличилась почти на 12%. Число активных крупных предприятий страны на конец июля 2018 года составило 2239 единиц. Это на 26 компаний меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Финпром Киезет. Вместе с тем число еще неактивных крупных юрлиц составляет 33 предприятия. В процессе ликвидации находится 20. Лидером среди регионов по числу компаний является Алматы. 490 заводов, Астана на втором месте, 271 и замыкает тройку Караганинская область, 171 предприятие. По видам экономической деятельности наибольшее число крупных компаний сконцентрировано в сфере здравоохранения и социальных услуг. Далее идет госуправление и оборона, а также обязательное социальное обеспечение. Замыкает топ-3 обрабатывающая промышленность. И к этому часу у меня пока все. Оставайтесь на телеканале Atomic & Business.